Я слышал, что там хвост неубиваемый, это правда или нет? Да. Можно продемонстрировать? Мало того, что он неубиваемый, здесь у нас идут два запасные хвосты. Я могу на ваших глазах его съесть. Да ладно. Да. Та-да-да-да! Да-да-да-да! Нет, это реально можно сейчас? Да-да-да-да, вот хвост неубиваемый. Леонид, там в него на сою ешьте. Это кукуруза. Да ладно, вы его проглотили сейчас, да? Он съел хвост силиконовый! Это кукуруза. Проглотил? Да, это кукуруза. Да ладно. Илья, серьезно говори, это кукуруза. Так, ну ладно, еще вот не испорти, просто нигде съешь, конечно, арвицкенио. Я говорил просто, я... Нет, Илья, это на самом деле... Таблетку принеси, нет. Нет, 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 это производная кукуруза. Охренеть. Это немецкое качество, то есть они, вся Европа заморочена, заморочена на экологию. Перепрыть, да, поток руководок. Я не знаю. Я не знаю, что но я тоже не знаю. Я не знаю. Нет, это не знаю. Это лес. КОНЕЦ gaевание. Это лекаря. Я не знаю. Эй, это не знаю. Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Но это похоже на карася, да? Да, это карась. Многие там называют его польский карась, многие называют это жетронский карась. Это завод, который 45 лет и у него история. Он производит только баловные приманки. Наверное, единственный завод, который остался в Европе, на сегодняшний день конкурирует с китайцами. По цене, естественно, они не могут опуститься до какого-то минимума, но они борются за качество. Каждый воблер на заводе тестируется. Там стоит очень хорошая фурнитура, ФМС. Ни с какой японской, китайской. Нет смысла им работать, потому что Франция под боком. Можно сказать, что это реально, что если карась Джексона, это вот то же самое. То же самое. Просто другие коробки. Нет, то же самое. Но ничего не менялось вообще? Нет, мы опять пытались. Вот цвета только. Цвета, все правильно. А остальное, вот болванка, все одна и та же. Одна и та же. Однозначно совершенно. То есть это то же самое карась. Что бы там в Польше ни говорили, это то же самое завод, который производит в Польше и в Карасе уже 45 лет. И он там практически ничего не меняется. То есть они консервативны, у них дела идут хорошо. И когда мы пытаемся что-то новенькое, как вот это вот, мы добивались, вели переговоры три года, чтобы под нас сделали эти модели. Потому что они себя чувствуют нормально. Это интересная модель. Да, на самом деле они работают просто эти модели. Очень хорошо сейчас опять же через тех же самых поляков ведутся переговоры, что эти модели хотят купить их американцам. Я слышал, что там хвост неубиваемый. Это правда или нет? Можно продемонстрировать? Мало того, что он неубиваемый. Здесь у нас идут два запасные хвосты. Я могу на ваших глазах его съесть. Да ладно. Та-да-да-дааам! Нет, ну это реально можно сейчас? Да-да-да-да. Вот хвост неубиваем. Илья, не толплю на сою, ешьте. Это кукуруза. Да ладно, вы его проглотили сейчас, да? Он съел хвост силиконовый. Это кукуруза. Проглотил? Да, это кукуруза. Да ладно. Илья, серьезно говоря, это кукуруза. Так, ну ладно, еще одна испорти. Просто нигде съешь, конечно, арбузкинио. Я говорил просто... Нет, Илья, это на самом деле... Таблетку принеси нет. Нет, нет, нет. Это производная кукуруза. Это немецкое качество. То есть вся Европа заморочена на экологии. Это единственный завод в мире. Мы сейчас опять же пытаемся с ним договориться, чтобы он начал делать... Силикон. Силикон, который не будет уже убивать наши льдаемы. Будет вот такого неубиваемого качества. Он жестковат, мягче, ничего не получается делать. И очень тяжело подаются окраски. Вот те окраски, которые сейчас видно на хвостах, нельзя сделать такую гамму. По силиконов там... Короче, друзья мои, приманка это супер. Если даже вы ничего не поймали, если вам нечего, вы можете съесть хвост. Да, закусить можно точно. Закусить можно, да. Закусить можно точно. Жустреры порадовали, все повеселили. Ну, давайте продолжим. Давайте продолжим. Значит, по мягким приманкам они тоже у нас делаются в Китае. Ничего особенного мы особенно изобрели. Точно какие-то цвета мы только подобрали, реальные. Опять же, пытались внести, но, скорее всего, здесь копирайт, потому что заводские приманки нам ничего не издалят. Но цвета, естественно, наши. То есть в каждое что-то мы вкладываем свои мысли. Мы учим Китай работать. Скоро они обгонят нас это 100%. По всем правам. Вот. И, значит, у нас есть такая изумительная блесна, как эта. Вот кто бы ее не смотрел бы, кто бы ее не видел бы, если ты ее потом... Не, очень бы хотелось, чтобы ты ее показал ее близко. Раскраска, конечно, здесь уникальна. Раскраска у нас всем творчеством занимается шеф Андрей Михайлович. Мы подбрасываем ему всего лишь так всего везде, откуда брать. К сожалению, на нас очень сильно производители обижаются. Потому что это чисто ручная раскраска. И более 200 штук в день они просто даже не в состоянии покрасить. Это занимает очень большое количество времени. Клесна уже с крючком с бородкой, правильно? Многие, конечно, это не приветствуют. Но я считаю, что, в принципе, рыбу особо сильно не травмируют. По крайней мере... Есть один нюанс. Ну какой-то. Значит, есть один нюанс. Я ездил к спортсмену, который выиграл Головаль Плюс в того сезона. Они не берут просто рыбу в руки. Чтобы стряхнуть ее? Они просто берут рыбу, ее переворачивают. И она тихо, спокойно возвращается в воду, ее не травмируют. Потому что, когда берет в руки, естественно, там... Остаются и чешуя, и какие-то температурные обмены, и какой-то шок хотя бы рыбы. Надо спортсмену поднять в перчатку. Да, да, да. А здесь они даже просто не берут рыбу в руки. Перевернули, она в воде. Так, ясненько. Ну, опять же, от этой бородки я считаю, что два раза ударить, если кому-то... А, да, кстати, можно сбить ее и все. Ну, по крайней мере, уже реально не надо менять крючок. Конечно, безбородые делают крючки, а потом бегают еще и еще безбородые эти крючки. Так, что еще интересно, где мой любимый Сильвер Фокс? Сильвер Фокс? Где-то только что его где-то здесь... Вот он, Фокс ДР. А, вот он, Фокс ДР, Фокс ДР, вот мой Фокс ДР. Вообще, история его можно какую-нибудь сказать, потому что о нем-то... Я его разловил, реально ловит. Приманка тоже просто, ну, просто сумасшедшая. Илья, опять же, это, мы не будем говорить, это заводская форма, которая производится на заводе, которая отработала уже по всему миру, кроме России. И мы привезли ее первой. Опять же, мы просто-напросто, скажем так, подобрали цвета для наших условий ловли. И все. Это чисто заводская форма, которая работает уже на протяжении 15 лет по всему миру. То есть она встречается не только у вас, у кого другого. Но я у других особо не видел ее, поэтому... А нет, ни у кого. Мы первые привезли ее просто в Россию. Но это заводская форма. Мы ничего нового здесь, ничего не забрели. Просто отработали. Ну, спасибо за правду. Нет, однозначно совершенно. Вот эти углерочки тоже, наверное, будут неплохо говорить. Тоже заводская форма. Это заводская форма. Здесь ничего нашего, кроме раскраски, ничего. Но модель мне очень нравится. С хорошей качественной фонитурой. Ну, вот модель, которую ты еще сейчас, скажем так, вот... А, тоже показываю, да, слушайте, да, 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 да. По-моему, она довольно-таки интересная. И вот модель, то есть у нас есть еще. И вот этот вот, который напоминает крэнк. Да, Yuzuri 3D. Yuzuri 3D, да. Вот она очень сильно напоминает. И вот по рабочим характеристикам она и сна очень похожа. Ну, богато, богато. Что можно сказать? И еще, если есть минута, я хотел бы показать новинки маленькие. А четер мой здесь есть, любимый? Вообще-то представлено, нет? А где четер? Четер это нас. Это наша разработка. Вот он, мой четер. Это, Илья, ты мне диферамбу сейчас поешь. Да? Ты его сделал? Это чисто моя. Вообще красава. Слушай, ну вот он цвет, по-моему. Он, короче, меня просто поразил. У меня есть видео. Конечно, оно может быть непрофессионально сделано, еще что-то. Можно говорить много чего. Но этот воблер там показывает, да, Лень, то, что, в принципе, щука за ним просто выходит. Пусть небольшая. Да, именно подобрать проводку. Она именно интересуется. И проводка у него очень интересная. Да, я там пытался показать, но у меня аппаратура пока не очень профессиональная. Я могу даже рассказать эту проводку. Расскажи, да. В связи с тем, что этот воблер с успендером, мы первым жестким совершенно рывком загоняем его на рабочую глубину. Это где-то получается метр-полтора, который мы можем загнать, в зависимости по течению, где это еще есть. И потом практически на месте его начинаем поддергивать. И вот это вот высокочастотное колебание, которое у него очень высокочастотная игра, просто щуку сводит с ума. Она выходит с глубины, с пяти метров, где я поднимал щуку, когда я говорю, с пяти метров. Она интересуется им. Первый раз она как-то так вот выходит, интересуется. А если вот во второй, то есть когда начинают уже убегать, щука его моментально атакует. У меня на видео это прямо видно. Он прям реально сводит с ума. Воблер должен прям как будто на месте танцевать, пританцовывать. Да, на месте, да, да. То есть его не надо, никаких длинных проводов. Да, да. Окунь то же самое, щука, судака. Да, да. Да я на него фил, а его судака и щука, и окунь, да. Причем практически под одним кустом. Да. И вот, значит, в том году, это чисто наша опять же разработка, жереховая блесна, ASP так называемая, да? Хорошо ее видно или нет? Да. Ну это что-то наподобие Космастера. Вот это желтенькое, а серебристые есть такие? Есть, конечно. Есть, конечно. Вот такая тебе это. Это что-то наподобие нашего, ну, то есть к нашему привычному, не нашего, а привычного Космастера, американского Космастера, да. Но такую модель, опять же, мы ее сами слепили. Это самостоятельная что-то, да? Да, 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 да. Это оригинальная модель, наша оригинальная модель. Мы воспроизвели ее в Китае, потому что там все-таки на сегодняшний день производство подешевле. Наверняка люди спросят, ну, перебью тебя, как бы, про веса. Вот я вижу 28, какие веса от и до? От 14 до 28. От 14 до 28? От 7 грамм, от 7 грамм, да, от 7 грамм. А, вот такие малыши, да? Да, да, да. Значит, и в этом году мы, опять же, кое-что подобрали из запасов, из загашников вынесли. Мы не будем говорить с чего, но это копирайт. Ну, копирайт очень... Что еще раз, копирайт? Это копирайт. Мы не будем ничего говорить, что это оригинально. Вот если та оригинально, то есть это копирайт. Мы свои, я лично из своих загашников достал, я занимаюсь рыбалкой уже очень долго. И вот две блесны, две модели, мы воспроизвели, опять же, в Китае. На, не зашибись вообще. Да, здесь это разноцветное цветание, которое тоже с великолепными полетными качествами. Единственное, что мы потратились как-то хотя бы первый год или два, то есть у нас на обратной стороне, если там ее открыть, будет пробита химера. Я, и мы прекрасно понимаю, что, опять же, нас через какое-то время будет уже подделку на подделку делать. Но таких вот, скажем так, хороших подделок, как мы сделали, это все надо будет поискать. Леонид, а мне на тест такие? Конечно. Я вот тоже откровенно говорю, если не дают на тест, я говорю, мне дали на тест. Не вопрос. А еще вот какие у вас интересные вещички есть. Это не зацепляйка. Это не зацепляйка, сделанная в Польше. Просто, напросто, опять же, есть цены. В связи с тем, что на дворе кризис, и многие не могут себе там позволить раполу какие-то оригинальные вещи. Да, да, это про раполу, только у них маленькие, так что я не вижу. Да, 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 нет, ну мы просто разные, там есть это на сегодняшний день. А у раполы есть разные такие маленькие? Нет, это мы сделали чуть-чуть поменьше сейчас. Просто на фоне кризиса мы считаем, что народу, которые хотели бы попробовать на зацепляйку, она действительно хорошо работает очень. Надо бы дать более-менее нормальную цену, чтобы он хотя бы взял попробовать, потому что сейчас брендовые вещи какие-то очень недоступны. Мы пытаемся все-таки сделать это больше для народа. Отлично. И есть у нас еще фишка, которую мы с сегодняшний день говорим, что мы уже никуда ничего не вкладываем. Мы это делаем в России. Это наша леска. И мы ее, конечно, не делаем, но, опять же, мы следим за ее качеством, мы ее отслеживаем, мы будем защищать ее от подделок. Потому что это японская леска, которую мы получаем в бобинах. И здесь изготавливаем упаковку, шпулю, наклейку. И здесь ее мотаем. Поэтому цена получается очень сладкая и бежевая. Но самое главное для розничного потребителя это качество, за которым мы будем постоянно следить. Это немаловажный фактор. То же самое, как и шнур. Четырехжильный. Но, Илья, мы тоже тебе дадим его на тест. С удовольствием. И если бы ты бы о нем рассказал, хотя это четырехжилка, он практически идеально трубой. Это японец. Да, да. Мы просто-напросто это японец. Мы взяли ее. Это тоже японец, да? Да, это японец. И также мы имеем чистый, чистейший. Могу вас еще похвалить? У вас дизайн очень интересный. Чистейший флюрокарбон Андрей Михайлович. Дизайн просто вообще... Это все к Андрею Михайловичу. Упаковочка, конечно, прям сладкая. Да, это на сегодняшний день. Это чистейший флюрокарбон, который очень хорошо держит нагрузки, очень хорошо держит щучьи зубы. И как мы сейчас не будем говорить или утверждать, как многие сейчас говорят, что его рыба не видит. Ну, тут сейчас легендами вообще все покрыто мраком. И насколько многие вообще обзоры смотрел, брали бошку реально щуки, отрубали, и вот зубы-то у них там остаются, да? И давай флюриком видать. Сейчас кому-то идею подкину. Не воровать. Это моя следующая фига. Илья, я вообще не поймаю сейчас, кто бы там, что бы тебе говорил, что рыба видит. Никто не доказал. Конечно, никто. Что она ей? Как она ей? Она не умеет разговаривать, тогда бы все, ей хана. Ей хана. Или то, что мне нравится, или не нравится. Вам оба должна знать. Да, да, да. Все, ей хана. Мы поддерживаем тот, то, что она ее флюрокарбон не видит. Но, в крайнем случае, вручущие зубы выдерживает. Единственное разок, как поймали щуку, привели по флюрокарбону, ей зацеплено, поменяется. Мы продаем специально в 50-метровых размотках, чтобы народ сам уже вязал. Потому что не надо тратиться на обжимные трубочки, я считаю. Не надо ничего делать. Узел связали, посмотрели, даже если вы не знаете, что в интернете, который держит флюрокарбон. Привязали вертвежок с карабином и вертвежок с другой стороны. И вот у вас поводок. Или же сразу флюрокарбон метр-полтора. До косичку можно наплести нормальную. Нет, метр-полтора можно привязать к основному шнуру, который... Если интересно, могу рассказать. А, вот там. Да, да. Посмотрите, Илья, вот эта вот серия, которую мы сделали, да, в принципе, очень довольно-таки высокого квалитета, под названием Hardline, да. Вся леска идет в четырех рассветах, все четыре они хамелеона. Ну, с разными оттенками, если вы должны понимать. Ну, знаете, как в автомобилестроении любят у нас хамелеон накрасить, да. При разном губле на хамеле цвета падает. Вот. Она, естественно, грубо говоря, отыгрывает очень интересное. Я считаю, что все эти четыре цвета вполне удачно падают. Вообще, Геннад говорит о том, что леска, в принципе, универсальна. То есть, вся мотается с запасом. Если даже при размотке 100 метров, обычно даже бывает 205 метров, мы наматываем и не обрезаем. То есть, недомотки нет, да? Недомотки нет, есть перемотка. Есть перемотка. Да, потому что все это выставляется в компьютерной программы и при размотке, там, с большой, допустим, жанру, да, понимаете, чтобы не оставалось остаток, нам интереснее даже размотать ее с некоторым плюсом, чем с минусом. Вот. Мы привезли, пока мы, правда, его сделали там, мы не успели подготовить плетенку. Всю упаковку, дизайн мы сделали, но не успели ее до выставки сделать. Мы ее попросили нашего партнера в Китае, он для нас ее размотал. Это плетенка Мегастронг, довольно-таки бюджетного класса, размотанная по 150 метров. Вот. Это наш бренд, с которого, собственно, мы и начинали еще в 98-м году. Мы также ее здесь размотали леску. Мегастронг? Да, это бренд фирмы Химеры. Ну, сами знаете, по стечению обстоятельств, как обычно было в наших 2000-х годах, когда все это стало интереснее производить в Китае, мы тоже ее перевели. Сейчас это все возвращаем назад. Вот. Я считаю, что на сегодняшний момент ленинка должна быть бюджетная плетенка, потому что без этого мы сегодня, наверное, никак. В условиях того, что показывает рынок, что вообще происходит у нас в стране. Ну, я смотрю, у вас вообще в целом все отлично. Мы не жалуемся. Ты знаешь, Илья, мы не жалуемся. Мы видим, насколько людей привлекают наши продукции, видим, насколько людей к нам подходят. Всем все интересно. Мы не выставлялись 4 года на выставку. Просто считали это, как-то даже, я бы сказал, в условии кризиса не совсем рентабельным, да и неинтересным. Плюс мы полностью переходим на бренд Химеры. Если у нас раньше параллельно мы являлись дилерами фирмы Фонгер, польской, вот, прекрасно с ним сотрудничали 20 лет, то сегодня мы все будем делать, так сказать, все свои усилия, мозги и все прочее укладывать именно в свой бренд, развивая российскую торговую базу. И один момент. Мы хотели бы с высокой трибуны, самой высочайшей трибуны заявить, что Мегастронг принадлежит бренду Химеры. В связи с тем, что очень много подделок, мы сейчас проводим ребрендинг и переносим размотку всего Мегастронга в России, контролировать процесс. Но будет она уже выходить под брендом Химера. Название останется Мегастронг, да. Не знаю, Леонид, правильно? Илья, ну не знаю, во сколько интересно вам и вашим слушателям, так сказать, и тем, кто смотрит. Да, я думаю, что людям, кому неинтересно, перемотают, а кому интересно, где остановятся. Ну, на самом деле, Мегастронг очень востребованная леска. Ну, мы знаем по объемам продаж, которые мы делаем. Да-да, пробита школя Химеры. Это в Испортмарк делается. Леска появится в этом году, уже, да, как Леонид и сказал, мы полностью ее переведем сюда, сделан ребрейдинг. И будет также она под маркой Химер выглядеть. Она будет приблизительно так, как и сейчас плетенка выглядит. Вот. Цвета мы сохраним. Ну, я думаю, нашим клиентам будет интересно. Плюс, я думаю, нам удастся уменьшить цену. За счет того, что будем все производить, мотать здесь. Мы не будем варить воздух. Ну, все, друзья мои, я желаю вам удачи. Спасибо. На этом рывал на пути. Спасибо, что к нам зашел. Я пошел дальше. Удачи вам, все благ. Я милости прошу к нам и на тестирование, пожалуйста. Я рад. Договорились. Все, друзья мои, я бегу дальше. Время все меньше и меньше, а мне надо успеть еще куча-куча-куча всего. Фух. Идем дальше. Ну что, друзья мои, вот мы на стенде Волжанка. Сейчас мы поговорим с разработчиком джиговых кастинговых, скажем, удилищ. Друзья мои, мы на стенде Волжанка, и мы сейчас с Максимом Болочесовым расскажем вам о новинках джиговые палочки, которые именно этот человек сам разрабатывал. Сейчас я вам покажу. Здрасте, уважаемые. Но тут не только джиговые палочки, тут палочки разной направленности, да? Ну и серия ProSport, это самая топовая серия Волжанки, да? Значит, существует пять подсерий, которые отличаются и по назначению, там, по структуре немножко. Удилища элемент. Значит, в каждой серии существует несколько длин, несколько тестов. Значит, элемент это удилища для твича. То есть, это ловля на воблеры рывковой проводкой. Тесты и длины разные. Основная фишка то, что она достаточно жесткая, то есть, может продернуть немножко до семи сантиметров примерно. То есть, ну, тесты тут написаны. Соответственно, вот. Так, следующее удилище. Это серия Позитив. На каждом удилище написано его назначение. Вот это вот универсальное. То есть, вы упростили, чтобы людям было проще. Да. То есть, оно соответствует реально названию. Да. Если оно универсальное, то универсальное. То есть, это джиг, то джиг, да? То есть, твич, то твич. Так оно и есть. Тоже, в этой же серии тоже существует несколько моделей удилищ. То есть, по длине, по тесту. То есть, оно предназначено для ловли вертушечки, колебалочки. Возможно применение и джига, и твича. То есть, в принципе, удилище универсальное. То есть, не имеет какой-то четкой направленности. Следующая серия, это чисто джиговый вариант. Серия Эффект. Опять же, написано его назначение. Боа джиг, то есть, лодочный джиг. Есть в серии береговой джиг. То есть, это удилище более длинненькое, да? Тут основной упор на то, чтобы удилище было чувствительное, да? И второй момент, оно достаточно жесткое, чтобы просекать судака при ловле с приличной глубиной. То есть, это вот чисто джиговая серия. Можно ручечку посмотреть? Да, пожалуйста. Вообще, на самом деле, я очень рад за отечественного производителя, что мы стали, наконец-таки, делать обалденные палки. Ребят, палка реально обалденная. Ну, стараемся, стараемся. Это новинки 2018 года получаются? Да, да, да. Это только в этом... То есть, они два года последних тестились, и в этом году они пойдут в продажу. Тут карбоновая проставочка, все. Катушка-держатель специальный для повышенной тактильной чувствительности. Следующая серия. Это серия «Монстр». Ну, это то, чем я ловлю, скажем так, в основном. То есть, это удилище для ловли на тяжелые приманки взрослые рыбы. Ну, это моя тема. То есть, тут есть удилище чисто джиговые, лодочные. Есть береговое удилище, тоже джиговое. Есть удилище для ловли в траве на крупные фоперы, волки, а не за цыпляйки. То есть, это ловля именно крупной рыбы. То есть, удилище... А чуйки у них хорошие, да? Чуйка достаточная. Вот в джиговой серии достаточная чуйка. Ну, и самая топовая серия про спорте. Это серия «Сенсор». Значит. Тут тоже есть удилище разной направленности, но в основном это джиг. Они есть более легкого теста, более высокого теста. Тут основная фишка. То есть, вот это, это продолжение бланка. Это одно целое с бланком. Козырно вообще. То есть, тут получается дополнительный резонатор, скажем так, для тактильной чувствительности. Ручка просто бомба. Это же не ручка, это практически мы держимся за бланк, друзья мои. Это план, да. Это чисто как вот на поплавочном удилище, допустим, вот тот же самый план. Ну и как вообще? Как она вот в действии-то? Офигенно. Офигенно. Блин, я очень рад. Вторая тема. В этом удилище применено новое плетение графита, новый обжим графита. По заверениям производителей, где-то на 30-40% мощнее это удилище. Не мощнее, вернее, а меньше шансов на поломку при критических нагрузках. То есть, напрощает новое. Да. И в то же время оно реально очень шуткое. Точно такое же удилище, допустим. Есть в серии Эффект. Вот две удочки абсолютно одинаковых. По весу бланка, по чуйке. Но удилище серии Сенсор будет более прочное. При тех же, как бы, лесах. Ну, вот как-то так. Так, а ценовая политика вообще у этих палочек такая? Розничная цена удилищ вообще серии ProSport начинается где-то от 6,5 тысяч и заканчивается 11 тысячами. Вот это вот самое дорогое удилище, оно стоит 11 тысяч. 11 тысяч рублей, да? Да, это розничная цена. А производится... В Китае, разумеется. А производится... Из японских углетканей. Производится в Китае, да? Производится, как и все у нас в Китае, что стоит долларов до 500. Все производится все равно в Китае. Ну, контроль у вас там как... Я смотрю, в принципе, качество заливки колец, рукоятки. Вообще, просто ни капельки лака не нашел. А пацаны, мне подскажете? Например. Спасибо вам большое. Вау. Вашей компанией очень удобно и работать. Очень, очень, очень. Объясню почему. Я почему бы вам приезжать сюда, допустим. Парусы, во-первых, просто пошли посмотреть. А вот так, чтобы народ... У нас так еще раз в городе шпики-зунал. Я знаю, что он хочет. Да, да. Не забывайте. Третье. Ну, вот. Инсультант сейчас нажимает. Поджимай ее. Вот. Это он сильно нажимает. Вот такой у меня довольно-таки быстрый, сверхбыстрый строй. То, что надо. Давай еще нажмите. Единственная ручка, конечно, коротковатая. Но все-таки я рискну попробовать. Ваше-таки надо. Продолжение следует...